Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Мы приехали вас наведать. Поздравляем ребятишек с Новым годом. Мать-одиночка Наталья Славягина воспитывает четверых детей, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелую жизненную ситуацию. Гостям в этом доме рады уже на протяжении пяти лет. В этот раз у пожарных и полицейских радостный повод. Детям подарки маме профилактическую беседу. В ходе этих рейдов раздаются памятки, листовки, где разъясняются меры пожарной безопасности. И смотрится состояние проживания. Большое количество и большая нагрузка на электросеть. Большое количество пожаров. По словам сотрудников МЧС, подобные рейды особенно актуальны перед Новым годом. Слишком часто на праздники люди забывают о мерах безопасности. В период новогодних праздников, вот этих выходных, рождественских, происходит большое количество пожаров, получается, вплеск. В результате неправильного пользования пертехнических изделий, в результате оставленных каких-то электроприборов и гирлянды очень. Оставляют часто без присмотра. Елку как включили там на все праздники. Большое количество и большая нагрузка на электросеть. Большое количество пожаров. Для приехавших к Наталье сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних профилактика является самой важной частью работы. Без повода они, конечно, не наказывают, но в случае чего могут вспомнить и про свои карательные полномочия. К нам в комиссию поступают звонки от местных жителей и от органов систем профилактики, где там входят и школы, и детсады, и местная администрация. Если выявляется какая-либо семья с какой-либо проблемой, это либо там и бывает и распить спиртных напитков у родителей, соответственно, дети находятся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники МЧС и полицейские для погорельцев часто еще выступают и как адвокаты. Помогают обустроиться в жизни после трагедии. Таким семьям можете помочь и вы. В Рязанском районе в этом году появился гуманитарный пункт «Мы вместе». Пригодится любая помощь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин.